По благословению митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана, студенты Южноуральского госуниверситета во время летних каникул помогают в возрождении православных храмов на севере области. Одной из старинных церквей, где уже начались работы, посетили наши южноуральские коллеги. Им слово. В селе Булзи Челябинской области сейчас ведется активное восстановление старинного Покровского храма. Стройку эту можно назвать поистине всенародной. Сюда едут помогать со всех уголков епархии. Недавно за восстановление храма взялся стройотряд из студентов Южноуральского государственного университета. Этот стройотряд не совсем обычный. У каждого из его участников был шанс поехать на Ямал или устроиться на более высокооплачиваемый ремонт дорог. Но ребята выбрали занятия по зову сердца. Возраст разный. От первокурсника до выпускника. Большинство студенты архитектурно-строительного факультета. И восстановление храма так или иначе связано с их профессией. Все-таки, мне кажется, когда мы занимаемся восстановлением храма, то есть мы здесь делаем две вещи. То есть помогаем, соответственно, сельским людям, потому что все-таки храм будет отдаваться именно в их руки, в их нуждах будет использоваться. А вторая причина – то, что мы делаем божье дело. Ребята питаются в местной столовой, а живут в классах бывшей земской школы. Вечерами посиделкам у костра нередко предпочитают ноутбуки. Интернет в селе, хотя и с перебоями, но все-таки ловится. Историю села и храма собирал по крупицам в архивах Николай Юрьевич Попов, бывший директор совхоза и староста возрождающейся общины. Покровская церковь была построена в первой половине XIX века. Это и дало большой импульс развитию села. Вскоре к храму были пристроены два просторных предела в честь встретения Господня и равноапостольных Константина и Елены. На три престольных праздника селяне всегда устраивали большие ярмарки в году. В советские годы в храме было зернохранилище. Говорят, до сих пор здесь находят небольшие залежи зерна. Вот ребята начали откапывать как раз середину храма и дошли до овса, вытащили корсти. Овса, того хлеба, который в 50-х годах здесь был засыпан, оставлен. Не успели еще вытащить. Надо сказать, что здесь не просто будет восстановлен храм. Здесь планируется открыть женский монастырь, которых в нашей области немного. У будущей монашеской общины пока всего лишь две насельницы. Монахиня Феодосия Новгородцева и послушница Клавдия. Для того, чтобы рос монастырь, надо, чтобы люди приходили туда и были твоими со-молитвенниками. Чтобы встали рядом с тобой на молитву. Когда это произойдет, тогда и будет монастырь, и он будет перерастать. А пока что рядом со мной встала Клавдия. Потом приедет еще кто-нибудь, встанет со мной. Это дело не скорое, не быстрое, и торопиться здесь нельзя. Но все не так радужно. Приходится сталкиваться и с мирскими проблемами. Здание земской школы, где планируется разместить монашеский корпус, до сих пор не передано в ведение монастыря. Вот у школы из Министерства образования передали муниципалитет города Косли. И вот с февраля по сегодняшний день идут завтраки о назначении аукциона. Так как другого пути передачи этого здания нет, только через аукцион. Мы согласны на аукцион? Я был на этой неделе, мне сказали, уже август. Но впереди зима. Мы до зимы не успеем отремонтировать никакие кельи, никакое тепло не проведем. На древних стенах Покровского храма сохранились остатки фресок. И на новых трудников взирают строгие лица святых. Ни икон, ни утвори не осталось от прежнего храма. В алтаре вместо иконы Спасителя видна сделанная детской рукой надпись «Любовь». Имена влюбленных над ней давно стерлись. Остался только плюс. А по сути – крест. Продолжение следует.